Я предлагаю страхование жизни. Преимущества новых страховых полисов очевидны. Это единственный способ вложить свои деньги так, чтобы обеспечить доход своим потомкам в случае своей смерти. Вопросы есть? Нет. Хорошо. В условиях растущей инфляции, страхование жизни призвано обеспечивать... Я вас прерву. Все это здорово, но нам это не нужно. Я закончу. Всего несколько пенсов в неделю позволят... Нет у нас лишних пенсов. Откладываем на отпуск. Куда едете? В Испанию. Говорят, там красиво. Соседям так понравилось. Вот ослика привезли. Прелестный ослик. Да, Майк? Так что сейчас мы копим на отпуск. Уж очень хочется отдохнуть. Будет что вспомнить, да? Это верно. Еще раз спасибо. Простите, мне нужно поговорить с коллегой. Старик, ты что? Им не нужен полис. Конечно. Нужно их переубедить. А как же отпуск? В жопу отпуск. Да, в жопу отпуск. Сэр, вы воевали? Да. В Египте. Спасибо вам за это, сэр. И слава богу, что вы вернулись с фронта в добром здравии. Но, простите, что спрашиваю. Вот вы воевали, вернулись живым к своей супруге, выстроили чудный домик для ее ослика. Но к чему все это, если вы не увидите результатов? То есть? Если вы не будете откладывать денег и вдруг умрете, нет вас, нет и зарплаты. А жене ведь жить надо. Думаете, правительству есть до нее дело? Электричество отключают. На улицах грязь. Да правительство забудет о ней. И крутись, как хочешь. Я видел столько цветущих женщин, которые после смерти мужа за месяц превращались в старух. Им не на что купить еду, одежду, даже мыло. Мыло им не по карману. Им нечем помыться. Они умоляют меня, поведайте мою историю всем женщинам. Для нищей старушки жизнь становится сущим адом. И если такое случится с вашей женой, сэр, потому что вы не позаботились о ней, то за что же мы воевали? Миссис Веринг, неужто две недели отпуска стоят 20 лет в нищете? Кротис, мне нужно поговорить с женой. Ну, конечно.